к чему я вообще про метафизику и неврастению сейчас мы к внутренним конфликтам просто перейдем к тому что а вот например сашу мы возьмем да я уже говорил что если бы не генокод сохраняемости людей у вас бы неврозов никогда не было имейте это ввиду то есть если бы этот генокод хромосомный ряд он бы не существовал в геноме вы бы здесь не сидели потому что у вас бы не было неврозов он вам нужен для развития понимаете спасибо вот этот момент он очень важный такой то есть ваши изначальные ощущения страха и смерти это неправда это лишь такой язык вегетатики вегетатика это что это нервные узлы брыжчатый нижний узел верхний брыжчатый узел узи волочного сплетения горловой там узел да из них идут веточки такие это есть ваша вегетативная нервная система да это такие это такие проводочки по которым идут электрический импульс если хотите да вот так с вами разговаривает природа ну генокод сохраняемости например адреналин это что это природа надеюсь всем понятно что адреналин это природный язык инстинкт самосохранения банально говоря это есть гена генокод которым говорит с вами природа вот рефлексы это тоже геном например дотронулись до горячей сковородки видели что происходит когда вы дотрагивались до горячей сковородки неожиданно что происходит природа что делает когда вы до горячей сковородки до коснулись ну неожиданно ощущение не знаю еще не потом но сначала что вы делаете ты боль тоже потом хочется еще кому-то прекрасно рука сама отдергивается конечно кому там хочется еще сковородки интересно человек а вы сначала сами даже не заметите как ваша рука отлетит в сторону вы не успели туда даже подумать вы даже испугаться не успели вы даже боли не успели ощутить а у вас рука улетает в сторону и только потом вы а говорите согласны безусловный рефлекс это исключительно механика как это происходит а природа безусловного рефлекса это есть генокод сохраняемости вот слушайте можешь книгу написать поэтому поводу сейчас подождите я сам запишу себе кое-что блин я боюсь что не повторю эти слова если я буду записывать видео может мне вырезать отсюда ставить на youtube хорошая тема конечно может быть я вырежу отсюда этот момент про генокод и вставлю на youtube чтобы ребята посмотрели хоть чуть-чуть что-то важно просто я если сейчас сяду перед камерой это будет немножко уже смазано он не тот посыл будет не все правда это понимают но там вообще не все это понимают объясню почему потому что когда вот начинается вот эта вот история первое что делает помните вот вы если до сковородки дотронулись где реку руку резко вы убрали в сторону да на первом этапе когда у вас начинается невротическое состояние что природа делает она также сначала руку отдергивает что вы делаете вы а сначала ощущаете страх смерти это и есть и разговор природы с вами если кто верующий можете по-другому с интерпретировать да это и есть страх смерти который должен что сказать вам что происходит кажется что-то происходит то есть вот так пробуждается сначала человек от спячки вот он ходил всю жизнь ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля ты не должен ты не должен ты не должен ты не дожен ты не должен ты не даждан все плохие все бля что со мной вот так это работает все это понимают вот это очень важный момент что на самом то деле я не произошло никакой смерти сумасшествие все надеюсь это поняли сейчас да Что произошло нормальное Природосообразное Развитие человека Просто вам вколола природа Такой вот куб адреналина Хренась Понимаете, это важный момент И конечно, испугались Ну а что ты хотел Ты как дебил себя ведешь по жизни Как тебе еще это объяснить Как природа будет вас по головке гладить Не будет Она будет херачить вам адреналин в голову И она будет хреначить вам Еще и по жизни очень интересными событиями И вам прилетать будет не по-детски Пока вы не начнете вести себя по-новому Потому что все, что вам будет прилетать Это результат ваших выборов Одних и тех же мужиков И пока вы не поймете А что я все время выбираю Это одних и тех же больных и убогих Которых я по жизни тащу Потом у меня восьмой перелом челюсти Я все время что-то недовольна своим выбором мужчины А что-то мне 35, а я не с мужчиной Очень странный, говорит Алексей, у меня проблема Мне уже за 30, а мужчины нету Я говорю, ну а что вы сделали, чтобы его появился? Ну как? Я ничего не делаю Они же, ну как бы он должен же меня найти сам Правда? Какая неожиданная у вас логика Понимаете? И вот здесь возникает самое забавное Что все, что с вами происходит Начиная от вегетатики Заканчивая всем остальным Это очень важный Ну как сказать Это очень важный такой период Да, и радуйтесь этому Благодаря неврозу люди поменяли работу Благодаря неврозу люди поменяли себя Свои профессии Людей вокруг себя Взгляды, друзей нашли Философию поменяли Это и есть тот самый пинок Поэтому радуйтесь А не считайте Представляете, насколько заблуждаются Вот эти несчастные в интернете Которые считают, что они больны Просто их недообследовали Но есть одно позитивное для них событие Позитивное заключается в том, что вы тоже были на их месте когда-то А вы тоже верили, что вам просто что-то не сказали врачи И вы были такими же И вы все равно И они придут к определенному пониманию Просто кому-то для этого требуется столько времени А кому-то столько времени Кому-то нужны такие расходы А кому-то такие расходы Кому-то нужно пройти путь через все ПНД России А кому-то достаточно просто чуть-чуть по-другому Потому что у всех разная карма У всех разный опыт У всех разный бэкграунд Так скажем корректно И каждому нужен свой путь Придти, проделать, чтобы это понять Понимаете? Путь разный к знаниям у людей Понимаете? Не то, что они убогие и больные А путь они должны проделать То есть нельзя с первого этажа Перелететь на десятый Вот если у кого-то уже бэкграунд Он где-то на четвертом То он очень быстро придет Дальше А если у кого-то как бы его надо протащить Вот он смотрит YouTube год Потом он пробует туда Потом он делает гениальные события Он записывается на какой-нибудь семинар Потом он разочаровывается Потом он что-то делает Потом у него повторяется Потом он походит к психиатру Ему дают таблетки Ему на год становится легче Потом Ему опять накрывает Что дает ему понять Что это все не с таблетками связано Он опять что-то читает Он опять куда-то идет Опять знакомится Опять что-то смотрит Опять записывается И только вот такой вот длинный путь Это его путь Все понятия сегодня хотел вам сказать В этом смысле Догадались Догадывается Да о чем я? Спасибо большое Но на этом мы наверное и оставим Вот эту вырезку 30-минутную Наверное она все-таки будет полезна Нашим зрителям Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok